Субтитры сделал DimaTorzok А раньше ведь было, как хорошо. Поутравленно упаковала торпи с молоком и виноград. Помните? Да, виноград я помню. Словно сто лет прошло с тех пор. И знаешь, я не мог тогда проникать в тайные мира. Я останавливался на пороге. Но теперь в любви ты лисы не открылись и не виданы. Ни смысл не сотворили. А ты знаешь? Знаешь? Теперь? А? Да. Когда я открывал барман, когда я открывал барман, ты признаешь себя в что угодно. Например, барман. Когда все отвесные тени слетели к ее изголовью. Ты видела куда-нибудь, Феня? Маленькие-маленькие. Прелестные. Просто крошечные. Они могли бы танцевать иногда на мизинце. Сеньор, Феня, Феня, а дальше-то что делать? А что дальше? Что дальше? А что ты сказала моей жене? Хоть я на такие дела не дожусь, сеньор, но я ей сказала это слово. Все как поверение, что этот молодой человек, что он придет сегодня ночью в сад, ровно в десять, и что он выйдет в красном плаще, как обычно. А, мак? А что она? Она только покраснела под ума, прижала руки к сердцу, и принялась целовать свои расслушенные волосы. Ты говоришь? Покраснела под макой? Что же она сказала? Ничего не сказала, сеньор. Вздохнула только, и все. Но как вздохнула-то? Так, наверное, еще не вздохнула ни одна женщина, правда? Сеньор, сеньор, да ваша любовь похожа на сумасшедшую. Да, да, я хочу, чтобы она любила его. Хочу, чтобы она любила его сильнее, чем себя, сильнее, чем свое тело, и она его любит, любит, понимаешь? Что же это такое, сеньор? Да вы ведь сами обрекали свои жилы, а тут грека, ужасного грека. Да как же это можно? Почему? Почему, сеньор? Потому что у Дона Перлиплина нет самолюбия. Ему хочется просто поразвлечься. Сегодня ночью придет новая, неизвестная любовь к нашей семье Рыбелисы. Ну, а мне что? А что у меня следует, сеньор? Только петь. У Дона Перлиплина нет самолюбия. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Морковь, Морковь, принеси мне шпагу, я подкрыл ее в горло своего мужа. Берлин, Берлин, вернись, а не вернешься так с жизнью, простись. Берлин, Берлин, по любовь, кто скрыл твои вены. Морковь, какой-то иди сюда, а не пойду мне, пожалуйста. Кто наполнил твоей кровью мой сад. Он ушел через поля, и ты больше никогда не увидишь его. Он убил меня, потому что знал, что никто никогда не любил тебя так, как я. Убивая меня, он скричал. Беллиса, Беллиса, взглядись в душах. Он считает, что ты ранен? Да. Да. Дон, Дон Перлимплин убил меня. Этот старый зебеяк, химный уродец. Ты не мог никогда наслаждаться телом Беллисы. Это тело Беллисы создано для тугих мускул и пламенных уст. Что ты сделал? Я убил себя. Твое тело — это твоя душа. А дальше коснутся мне героев этих. Если так страстно, любила меня. Где теперь этот юноша? 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 Сеньора! Я знала, я знала, что так будет. Мы оденем его, как сапуном, оденем вот этим красным плащом, в котором он юношей гулял под своими балконами. Я никогда не думала, что это так сложно. Но теперь я поняла. Теперь уже поздно. Я спрятываю венок из красных и желтых цветов. Я, как уже упал в ледяное солнце. Но я думаю, что ты... Что ты сделал для рим-лим. Белиза, ты теперь уже другая. Твою душу обрала кровь моего хозяина. Только вот эта душа. Прекрасный юноша, лица которого ты никогда не увидишь. Марголь Фанеля. Я люблю его. Я люблю его всей страстью. Я люблю его всей силой своей души. Где теперь этот юноша в красном плаще? Ты слышишь ее? Слышишь ее, Тонка Люблин? Ты слышишь ее? Слышишь? Слышишь ее, Тонка Любовь. Слышишь ее, Тонка Любовь. Слышишь ее, Тонка Любовь. Я иду за тобой, Любовь, любовь. Соловьиное пение, Пусть приноши забвение, Погоди и постой, Да счастье могу, Дай мне руку Любовь. Аплодисменты. 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 Спасибо. 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 И в этот день у нас 2-3, 1-3, сейчас будем играть 2-3, но это не это произведение.